Приветствую! В этом видео историческое событие! Еще один четверной актель, исполненный на соревнованиях, на этот раз без понижения, выполнен, между прочим, фигуристом из России. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! В США завершилось первенство по фигурному катанию. Неттан Чен в шестой раз стал чемпионом своей страны. Что творит этот спортсмен? Он может позволить себе упасть не один раз и получать просто космические баллы. С двумя падениями Неттан суммарно за обе программы набрал 328 баллов. На втором месте Илья Малинин. Он также преодолел отметку в 300 баллов. 302,48. Бронзу завоевал Винсент Джоу с результатом в 290 баллов. Напомню, что на чемпионате Японии лучшим стал Юзуру Ханю с результатом 322 балла. Второе место Шома Уна. 295,82. На третьем Юма Кагияма. 292,41. Конечно, мы ни на что не намекаем, но лучшим фигуристом на прошедшем чемпионате России стал Марк Кондратюк. Его результат 284 балла. По факту, как минимум 6 человек обходят наших спортсменов. Давайте смотреть правде в глаза. В мужском одиночном разряде с большой долей вероятности России медалей на Олимпиаде в Пекине не видать. Однако, ни в коем случае не унываем и ждем с нетерпением выступлений наших фигуристов на чемпионате Европы. Тем более, как раз в мужском одиночном накануне произошла серьезная драма. От нашей страны должны были ехать Марк Кондратюк, Михаил Каледа и Евгений Семененко. Буквально вчера стало известно, что Михаил получил травму во время тренировки. Появилось официальное заявление о снятии Каледы с чемпионата Европы в Таллине. Его заменит Андрей Мазалев, для которого этот случай – подарок судьбы. Отчасти с Андреем поступили несправедливо, когда фигуриста не включили в состав сборной на Европу, несмотря на третье место на домашнем чемпионате. И вот, возможно, нас ждет еще одна сенсация. ФФКР всерьез обеспокоена состоянием Михаила Каледы. Желаем ему здоровья и как можно скорее вернуться в строй. Вернемся к началу. Чемпионат США по фигурному катанию. Кроме фантастических баллов Нэтана Чена, в этой стране появился спортсмен, который также включил в свою произвольную программу четверной аксель. Напомню, первым это сделал Юзуру Ханю на прошедшем чемпионате Японии. Фигурист из России. Сын великого спортсмена, олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Артур Дмитриев-младший. Впервые он исполнил этот сложнейший прыжок без понижения. Да, не чисто, но в протоколах официально отражал четверной аксель. Очень вероятно, что мы увидим этот элемент на грядущих играх в Пекине. Желаем всем спортсменам подойти к этому старту в звенящей форме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова